Привет, ребята! Сегодня я бы хотел рассказать вам о своем пути становления 3D-фудожника. Все, конечно же, началось в детстве. Я родился в деревне Кресла Джей, Тампонский район, республика Сахайя-Куте. Наш в семье семеро детей. Я пятый ребенок. У нас было веселое, радостное детство. Спасибо нашим родителям за это. Когда мне было 5 лет, родители купили приставку. То ли родитель, то ли старший брат. В общем, он привез. Я помню этот момент, когда его привезли. Я его вижу, как он выходит из ракеты. Речной транспорт такой был. Он входит, и в руках у него вот эта приставка Дэнни. И мы целыми часами играли, помню, одну и ту же игру. Марио, танчики, вот это все, 8-битные игры. Туда и началось. Я очень любил играть в игры. И даже мне папа говорил, что у меня квадратная голова. И гладил меня вот так вот рукой. А как будто гладит квадрат какой-то. Игры компьютерные, получается, были моим первым шагом на пути к 3D. Следующим фактором, я могу сказать, были мои братья-старшие. Они постоянно что-то новое придумывали, творили. И одним из таких творений был мультик на страницах книги. Ну и когда перелистываешь, получается, вот эти страницы, как будто бы смотришь мультик. И вот этот момент у меня очень сильно запал. И я очень часто тоже рисовал такие мультики сам, самостоятельно. В целом, я любил смотреть мультики. Я любил Аладдина там смотреть, стоки раз смотрел, наверное. Вот, и всякие разные Чипдейлы и так далее, Волдиснеевские. А потом, помните момент, когда вышел биксаровский мультик «История игрушек»? Вот когда я его увидел, мой мозг взорвался полностью. И я тогда понял, чем я буду заниматься, когда вырасту. Я сказал самому себе, я хочу делать такие мультики. Я хотел изучать трёхмерную графику, но тогда ещё ничего не было. Не было 3D-студии Макса. И тем более у меня не было компьютера. Вот так и жизнь продолжалась. Без компьютера, без трёхмерных программ. Но желание никуда не пропадало. Потом занимался спортом, получается, баскетбол, волейбол. Параллельно ещё начал изучать программирование, QBasic и Turbo Pascal. Тогда я подумал ещё, может стать программистом? У меня два пути было тогда, получается. Трёхмерной графикой заняться или программированием? В старших классах я больше программировал. Даже участвовал в олимпиадах по информатике. Но не занимал никаких мест. Я учился хорошо в старших классах. На одни пятёрки и четвёрки. Когда я заканчивал школу, все твердили, что ты по-любому поступишь. Я хотел поступить в ВУЗ информатики и математики. Подал документы, но не смог поступить. Потом ещё на подготовительный поступал. И через год тоже подавал документы, но тоже не смог поступить. Баллов не хватило. И все места занимали льготники. Но так как я не хотел оставаться в деревне, я собрал вещи и уехал в город. Сначала я жил у двоюродного брата. Я работал на него. Он ставил стеклопакеты. Я вместе с ним ходил, тоже помогал ему. Вот он очень хорошо зарабатывал. Но мне не платил ни копейки. Но я жил на то у него. Но в какой-то момент, зимой, когда заказы меньше стало. И в один момент он мне заплатил за работу. Вот, да. Дал мне зарплату. Сказал, вот возьми первая твоя зарплата будет. Я только обрадовался и думал, на что я потрачу эти деньги. Я тогда тоже у него на компьютере там играл в какие-то игры. Получив эти деньги, я решил, давай-ка я эти деньги, я не буду тратить на шоколадки, сок там и так далее. Пойду куплю книгу и диск. Точнее, книги и диски. Диски по программированию. Вот. И 3D Studio Max. Я как раз там нашел. И книги купил по программированию и по трехмерной графике. Я помню, сидел в нем как раз у двоюродного брата. У него дома. И это был такой яркий зимний день. И у меня в руках два диска. По программированию и по трехмерной графике. Этот момент запомнился мне тем, что это как в играх. Ты выбираешь себе класс персонажа. То ли ты эльф, воин или маг, или целитель. Типа такого. И у меня было два выбора. Стать 3D Studio Max или программистом. Как вы поняли, я выбрал 3D. Я изучил книгу, которую я купил. Эта книга была от Кулагина. Называлась «От фантазии к реальности». Эту книгу я прочитал от начала до конца по несколько раз. Все задания я выполнил. Смотрелось коряво. Я бы не хотел это показывать сейчас. Но что-то все-таки получилось. И я был очень горд собой, что я все-таки это сделал. Да? Я не просто играю в игры, а что-то я могу делать в 3D самостоятельно. И я тогда еще думал, что я могу все сделать в 3D. То есть, ну или даже могу сделать. У меня такая тогда была уверенность. Никаких идей что-либо сделать у меня не было. То есть, я умею делать, но какие-то фантазии, чтобы придумать со смыслом какой-то мультик, у меня почему-то не получалось. Вот. Ну, у меня плохо с идеей, что именно сделать. Большую частью я делаю. Вот мне принесли ТЗ-документ, где задание от Адра. Я написано, как все должно выглядеть. Я 100% его сделаю. Получается, 3D Studio Max с книгой я начал изучать в начале 2004 года, где-то в январе что-ли. Ага. И где-то просидел с этой книгой 3 месяца. Потому что зимой работы по стеклопакету нету. Двоеродный брат, он сам этим занимался. Там просто регулировка была. А я сидел у него, а получается, изучал 3D Studio Max по книге. То есть, интернета тогда еще ничего не было. И поэтому по этой книге я несколько раз повторил одни и те же задания. А потом, случайно, я увидел объявление в газете. Газета называлась «Из рук в руки». Там было объявление «Требуется 3D Studio Maxer». И в этот момент мой путь 3D-художника начинается. Мне тогда было 19 лет, и я пришел на собеседование в компании Apple Diamond. Тогда я впервые встретил братьев Ушницких. Ребята, на этом все. Если видео вам зашло, ставьте лайки, пишите комментарии. Дальше больше. Ребят, далее я хочу записать видео про проекты, в которых я участвовал. Будет интересно. Ребят, подписывайтесь. И на этом всем пока. Пока. Пока.